Всем привет! Сегодня на обзоре смартфон от Tokitel, модель C21 с процессором P60 от Mediatek. Это такой довольно-таки внушительный чип, особенно если учесть, что стоимость этого смартфона в районе 100 долларов. Что еще предлагает производитель помимо чипсета, который заинтересует игроманов, рассказываю в этом обзоре. Досмотрите видео до конца, потому что там я покажу, как снимают его камеры. Как минимум основная на 16 мегапикселей и макрокамера на 2 мегапикселя заслуживает внимания. А ведь еще есть фронталка на 20 мегапикселей от Samsung. Примеры снимков на нее смотрите сразу в описании к этому ролику. Посмотрите и напишите свой комментарий и впечатление. Это будет полезно и мне и другим зрителям. Ну а мы начнем с корпуса. Он полностью пластиковый. Не разбирается, но сборка вообще без замечаний. В моем случае это смартфон в цвете Ocean Blue. Помимо этого цвета есть черный и фиолетовый, красного, белого и других оттенков нету. Хотя производитель в принципе их любит и выпускает другие трубки в этих оттенках по расположению элементов. Оно удобное. Справа кнопка питания, качелька регулировки громкости. Сверху датчики приближения освещенности. Слева лоток для сим-карты, а снизу USB Type-C порт, микрофон и динамик. Решетка под динамика дна. Нету никаких бутафорских отверстий, которые говорят нам о стереодинамиках, но они там отсутствуют. Здесь все по-честному. Что есть, то и показали. Тыльная сторона также пластиковая и маркая, потому что это глянцевое покрытие очень любит собирать отпечатки. Как раз для этого производитель предусмотрел чехол. Он прозрачный, из мягкого силикона и убережет вашу тыльную панель и от царапин, и от марких пальцев. Что мне еще понравилось в этом смартфоне, так это его габариты. При толщине 8,75 мм и батареей 4000 мАч это достойный результат. Так что можно сказать, инженеры постарались. Больше о корпусе сказать нечего. Но могу предположить, что даже девушке будет удобно управлять этой трубкой одной рукой. Допустим, мне это не составляет вообще никаких трудностей. Перехожу к экрану, который здесь на 6,4 дюйма с Full HD Plus разрешением. Это немаловажный нюанс для трубки стоимостью 100 долларов. Дисплей занимает 93 процента лицевой панели. Это также внушительный результат. Что не очень понравилось, так это запас по яркости. Реально, он как бы и с перебором вверху, и с недобором внизу. Ну так что стоит привыкнуть. Зато есть ночной режим. Так что ваши глаза будут в порядке. Немаловажно и место расположения фронтальной камеры. Она не по центру, она сбоку. Притом занимает не очень много места. Цвета на экране натуральные, углы обзора достаточные, чтобы считывать информацию в принципе под любым углом. Так что за дисплей я наверное поставлю оценку 5 из 5. Реально этот бюджетник ее заслуживает. На очереди аппаратная часть. И сразу начну с теста Antutu, а это более 100 тысяч баллов. Отличный результат. И все благодаря процессору, а также графическому чипу Mali-G72 MP3, который дополняют 4 гигабайта оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной. Если честно, то я бы мог рекомендовать этот смартфон для игр. При длительном использовании в таком режиме он конечно же немного нагревается, но не критично. На видео вы сами можете оценить детализацию в популярных игрушках. Как вам? Свое мнение напишите в комментариях к этому ролику. За время двухнедельного теста реальных претензий к этой трубке по части скорости работы, подвисания или еще чему-то подобному не было. Так что можно сказать, что и инженеры, и программисты хорошо поработали. Кстати, трубка работает на Android 10, а поверх нее установлен интерфейс OKUI 2.0. Он ничего такого существенного не добавляет и не забирает, но зато есть темная тема и другие мелочи, которые пришли вместе с Android 10. Каких-то вирусов или вредоносного ПО в этом смартфоне OQTLC 21 я не заметил. Ну а теперь на очереди батарея. Так как это 4G смартфон, у которого есть и блютуз и вайфай, то будете вы его использовать по максимуму, а значит будете заряжать как минимум раз в день. Ну так делал я. Если будете только смотреть видео, то вам его хватит на 6-6,5 часов. Если играть, то до 5 часов. И это если яркость выставлена на 50%. Учтите, что это двухсимник. Вы можете установить две nanoSIM карты или одну nanoSIM и одну карту памяти, расширив таким образом внутреннее хранилище еще до 256 ГБ. Сама батарея на 4000 мАч. В комплекте идет зарядное устройство на 10 Вт. Но на самом деле через этот USB Type-C порт можно заряжать этот смартфон зарядкой на 18 Вт. Небольшая экономия со стороны производителя. Полная зарядка комплектным ЗУ занимает порядка двух с половиной часов. Переходим к камерам. Как видите, сзади их 4 штуки. Основная 16 мегапикселей с апертурой 2.0. Потом макрокамера, двухмегапиксельный датчик глубины и еще двухмегапиксельный сенсор. Детально с контентом, который я отснял на эти модули, можно ознакомиться по ссылке в описании к этому ролику. Там и фото и видео в дневное и в ночное время. Так что если интересно, переходите, смотрите, комментируйте. Субъективно я ожидал, что смартфон снимает хуже, чем он оказалось на самом деле. Так что за камеру также поставлю оценку. Но не 5, а 4,5. Я думаю, что при этой цене это заслуженный балл. В видео основная камера снимает Full HD разрешение, а фронтальное VHD. Фронтальное, кстати, на 20 мегапикселей. Это модуль от Samsung. И вот перед вами вариант снимка, который я отснял. Это я. Как вам, кстати? Качество? Напишите в комментарии, мне интересно. В принципе, смартфон хорошо справляется со съемкой и в дневное время, и в помещении, и ночью. До фотофлагманов в Samsung и Huawei ему также далеко. Но если бюджет ограничен, то в принципе это хороший вариант замены обычной мыльницы. На этом все. Подвожу итог. Okutel C21 это бюджетный смартфон, но с мощным процессором, который дает возможность и камере быстро работать, и интерфейсу быстро работать, и производительные игры запускать без торможения. У него отличная фронтальная камера, хороший набор основных камер, есть сканер отпечатка пальцев, который разместили интересно на площадке с камерами, а также предусмотрена разблокировка по лицу. В принципе, этот Android 10 смартфон может сослужить вам хорошую службу, если у вас в кошельке не больше чем 100 долларов. Найти аналоги этой трубки можно, но по габаритам, по емкости батареи это сделать не так уже и просто. Так что рекомендую присмотреться к Okutel C21. В этом смартфоне хорошо сбалансировали и производительность, и качество камер, и внешность. Приятную внешность. И это немаловажно в 2020 и тем более в следующем 2021 году. На этом все. С вами был Андрей и портал Smartphone.ua. Подписывайтесь на канал, оценивайте ролик, ну и пишите свои впечатления от Okutel C21. Интересно будет почитать. На этом все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok